Всех приветствую, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в Канаду! Сегодня мы с вами идем в магазин Коз, который находится в шоппинг-центре в городе Миссисага. Шоппинг-центр называется Square One, это пригород Торонто. И давайте посмотрим, что у них есть нового. Появилась новая коллекция, очень много новых вещей, не совсем еще зимних. Вот я нашла пару свитеров, которых я и примерила, а в основном еще такие платья, ну уже такие более зимние, с длинным боковым. Вот это, например, джинсовое, я его взяла в примерочную с собой, оно очень-очень классное, примерки будут во второй половине видео. Сначала такой легкий обзор, не очень большой, потому что вещей новых на самом деле не так уж и много. Вот вы видите, у нас вообще Коз такой магазин, он такой всегда немножко полупустой. Я уж не знаю почему, или это у них такой дизайн, или это у них просто так мало вещей всегда в магазине. Вот, ну вот есть еще вещи такие довольно летние, вернее такие осенние, такие на раннюю осень, когда еще не очень холодно. Правда, появились уже плащи, какие-то такие курточки потеплее, но во всяком случае вот основная часть вещей пока что еще таких вот на, я бы даже сказала, может быть и на лето, или на теплую осень, на начало осени. И я хочу напомнить, что вот у нас в Канаде, например, осень начинается в 22 сентября, то есть лето продолжается до 21 сентября, это официально календарное лето. Поэтому, может быть, еще, так сказать, коллекции еще не очень такие осенние, а еще довольно такие на такую теплую погоду. И по погоде у нас на самом деле до середины сентября еще довольно тепло. Вот, но кое-что я тут нашла и примерила. Конечно же, много красивых вещей, но, как вы знаете, кос это такая база, которая, в общем, подходит всем, и которую можно именно использовать вещи, именно использовать как базовые вещи, и цвета, и фасоны. Ну, правда, иногда в кос бывают очень яркие вещи, как ни странно. Вот у них есть два варианта, как бы, коллекции. Одна коллекция – это вещи вот такие бежево-черные, коричневые, очень базовые джинсовые вещи. И вторая часть – это, как бы, коллекции, это очень яркие броские вещи. Если вы помните в прошлый раз мой выпуск из кос, мои примерки, там были безумно яркие, красивые сарафаны, рубашки. Я примеряла очень яркие вещи, совершенно такие странные, не характерные для кос, но это была какая-то коллаборация кос. Просто это были не совсем их вещи. Но, тем не менее, вот их нету, ни одной не осталось. Кое-что вот там какие-то похожие расцветки остались, но вот эти вот сарафаны, красивые, яркие рубахи, их не осталось, их раскупили. Они довольно были дорогие, но вот, как вы видите, я брожу по магазину, ничего уже нет. Или их просто убрали, потому что лето кончается, и повесили вещи более такие, скажем так, более закрытые, более на осень. То есть нет уже никаких сарафанов, нет никаких открытых. Вот есть строкс, вельвет, много вещей еще с коротким рукавом, но таких более теплых. Теперь давайте перейдем к примеркам. Идемте в примерочный и посмотрим, что я выбрала. Привет, дорогие девочки, мы в примерочной. В магазине никого нет, кроме меня, поэтому все продавцы ходили вокруг меня вот так вот кругами. Все время спрашивали, не нужно ли мне чего. Я говорю, нет, нет, у меня все хорошо, мне ничего не нужно. Когда они увидели вот это количество вещей, которые я потащила с собой в примерочную, они все-таки были немножко в шоке, потому что здесь люди приходят, магазин дорогой по нашим меркам, по-канадским, люди приходят, в лучшем случае несут примерочную одну вещь, сейчас сейлов нет, распродаж нет, когда есть распродажи, народу больше. Сейчас распродаж нету, поэтому людей никого. Но неважно, музыка очень громкая, попробую записать, как всегда. Ну, в общем, примерочная большая, это очень я люблю. Тихо, потому что людей нет, шикардос. Короче, давайте примерять. Ну что, мы начали уже с вещей тепленьких. Потом тут такая интересная штуковина, давно на нее смотрю, хотела ее померить. Какой-то такой мешок с дырками для рук. Такой вообще. И вот это джинсовое платье мне понравилось. Еще вот это мне понравилось, голубенькое. Ну все, давайте примерять. Интересненько, что к чему. Ну что, я начала со свитера, потому что я в юбке, и я к ней, чтобы ее не снимать уже, я вот свитерочек, и вот тут у нее такая еще кофта кардиган. Очень красивый свитер. Размер ларч я взяла. То есть он такой не очень большой. Я хотела, чтобы он был так и пошире, побольше. Он даже ларч, в общем, довольно такой неширокий, но довольно длинный. И подход к моей юбке, кстати, по расцветке. Красивый свитер. Здесь есть шерсть Мохера полиамид. Я точно не помню сколько, но шерсть, по-моему, 15%, Мохера 30%, все остальное полиамид. 175 долларов он стоит. Красивый свитер. Очень даже, очень. Прямо я люблю такие. Единственное, что с ним... Ну, нужно какую-то юбку однотонную, или брюки какие-то. Вот можно такие бордовые, можно розовые, можно синие. Любого цвета, который присутствует в этом свитере. И даже моя юбка в цветочек, в принципе, выглядит не так уж и плохо, по-моему. Мне кажется, что ничего. 175 долларов он стоит. Ну, для коса это не очень много. Ларч размер. Красивый свитер. А вы помните разноцветные сарафаны, которые я примеряла в прошлый раз? Красивые, обалденные сарафаны. Не осталось ни одного. Даже в помине. Не то они куда-то свезли, потом на распродажу вывалят, не то все скупили. Ну, здесь такие вещи поштучно. Если хочешь, снимаешь, то вы видите, что здесь вещи, которые висят по одной вещи каждого размера. То есть у них, в принципе, очень малое количество, поэтому все расходится. Очень хороший свитер. Вернее, кардиган. Такой базовый, клевый. Знаете, такой без претензий, но очень приятный на ощупь, если бы могли бы пощупать. Он сделан из 38,6, 35 альпака, все остальное полиамид. Но очень классный. Прямо мне очень нравится. Такой, знаете, в меру маленький, в меру большой. Это не очень большой размер, по-моему, с мол или медиум. Но не ларш точно, потому что я посмотрела, что они довольно большие, и решила большой не брать. Но вот даже с ёбкой такой цветочек, это очень-очень симпатичная смудрость. Я вот люблю так носить, вот такая шелковая ёбка и сверху такой большой длинный свитер или кардиган. И цвет такой, что он абсолютно по всему подойдет. И он как бы так, ну вот не видно на самом деле, но он действительно очень мягкий, очень приятный на ощупь. Такой тёпленький, уютненький. Как раз на... Я прикрываю свои грудя. Как раз на осень, на зиму. Супер прекрасно. Очень нравится мне. Так, это у нас размер смол. Вы видите, даже смол я взяла. 150 долларов стоит. Он не так уж и страшный. В принципе, у него хороший состав. Он не стопроцентный шерст, но у него много шерсти, много альпаки и немножечко полиамида. То есть, в принципе, он довольно... Вот, видите, написано. 38 шерсть. А, ну больше здесь только про шерсть написано. Ну, там ещё есть альпака и чуть-чуть полиамид. Смол размер. Он довольно большой. Ну, посмотрите, он такой пушистый-припушистый. Очень классный. Очень. Очень классное джинсовое платье. Ну, прям классное. Я взяла десятый размер, чтобы наверняка, чтобы в него влезть. Может быть, у него было бы и восьмое хорошо. Но, в принципе, нормально. Я думаю, что десятый мне то, что надо. Очень классное джинсовое платье. Значит, у него состав хлопок и леоцелл. 62 хлопок, всё остальное леоцелл. И оно такой тонкий такой джинс, не очень толстый. Очень интересно скроено. Такие интересные рукава. Сзади защипы. Я вам потом покажу. Или сейчас попробую. Сейчас переверну телефон. Покажу, как оно сзади будет. Так, я надеюсь, что вам видно. Видите, чуть-чуть оно мне, конечно, великовато. Может быть, мне надо было бы и восьмерочку. Потому что вот здесь вот оно у меня такое чуть-чуть большое. А может, оно и должно быть такое. Потому что здесь-то, в принципе, наверное, на размер меньше мне было бы мало. Но, видите, как у него интересно. У него такие защипы. Сзади, на спине. Это очень красиво. Красивое платье. Интересное. С карманами. На замочке такое. Ну да, наверное, мне надо было все-таки на размер меньше. Но я решила не рисковать. Интересно сделан рукав. Посмотрите, видите, как сделала. Красивое платье. Не помню, сколько стоит. Сейчас посмотрю целое. Так, что же у нас за цена здесь? Видите, десятый размер. 175. Ну, вот это у них такая стандартная цена на все платья. В принципе, если доживет до распродажи, и будет мой размер, я бы его с удовольствием бы не имела, потому что оно очень удобно и классно. Видите, рукав реглан. Так вот интересно сделан рукав. В принципе, он такой немножко летучая мышь. Может быть, поэтому он так выглядит на спине, что он небольшой. А так, в принципе, видите, как сделано сзади? Если вы не рассмотрели. Видите, вот рукав. Так вот сделан. И мне немножко много здесь было ткани для меня. У меня плечи узкие, поэтому... А как интересно, здесь рукав шивной, а спереди он переходит в реглан. Как это они сделали? А, я поняла. Здесь есть шов на плече. Видите? Сзади рукав шивной, потом шов на плече, и потом идет реглан. Какой интересный дизайн. Очень много всяких таких интересных деталей. Хочется его разглядывать. прикольное платье, девочки, очень. Еще одно очень интересное платье. Прямо классное платье. Вот и столько всяких деталей мелких. Я вам сейчас покажу. Сзади очень красиво сделано. Вот кос славится своими, так сказать, attention to details, вниманием к деталям. Посмотрите, здесь кнопка. Вот здесь вот, чтобы застегивать. И пуговичка. Здесь такая вот кнопочка симпатичная. И вот, значит, застежка такая скрытая. Это тоже 10 размер. Вот он у меня как раз. В принципе, вот здесь такие вот все. Это тоже реглан. И здесь вот такие вот складки-складки. Карманы. Это 100% хлопок. Красивый очень цвет. Очень интересное платье. Сейчас покажу его сзади, и вы поймете, почему у меня столько восторга. И вот такой вот рукавчик. Тоже рукав интересно сделан. Как-то посмотрите, видите, здесь как-то прострочено. Манжет такой. Здесь какие-то вот швы, швы, строчки. Сейчас покажу сзади. Смотрите, как интересно оно сделано сзади. Такая немножко смирительная рубашечка. Ну, потому что я снимаю и руку держу, бейте, вперед. Это не совсем понятно. А вообще, это очень прикольный, очень прикольный фасончик. Посмотрите, здесь пуговица, и оно вот так вот схвачено. На пуговице вот так вот собрано. Очень классно. Это очень интересно. Это просто очень прикольно, потому что это необычно. Ну, вы поняли, правда, необычное платье. Очень интересное. Хлопок. Посмотрите, сколько стоит. Ну, конечно, я без продажи ничего не покупаю, они довольно дорого все. но очень такое, знаете, вот люблю я за это коза. Их какой-то нестандартный подход и внимание к деталям. У них такие детали приятные. Вот так вот смотришь, вроде платья, платья, ничего с ним на самом деле особенно. Видите, как оно сделано интересно? Здесь такая кнопочка, здесь пуговички. Вот так оно застегивается. На кнопку, потом на пуговичку. Очень прикольно, потому что кнопка, обратите внимание, под цвет ткани, то есть, вернее, обтянута той же самой тканью, что и платье. Это вообще, конечно, высший пилотаж. Значит, десятый размер, сделан он в Турции, стоит 135 долларов. Это по меркам косо, вообще, одна из самых дешевых акцент на платье. Ну и вот тут вот тоже реглан, сборочка, рукав такой интересный, манжет, кубочки. и вот сзади, вот такой вот интересный пасон, тоже реглан. Причем, смотрите, как интересно, вот именно такой реглан. Здесь, вот, все очень грамотно сделано, как надо. Здесь не надо, вот так, складок, складок. Здесь вот эта вот петля с пуговицей, ее, наверное, можно расстегнуть, и тогда она будет просто такое широкое платье, объемное. А, вот так вот, оно немножко собирается здесь, получается такое по фигуре. Прикольное, очень классное платье. Ну что ж, вы знаете, я просто обожаю такое. Я просто влюблена. Это, вы помните, Алла Пугачева пела на сцене в таких вот балахонах, вот это вот ткань, вот что-то такое. 100% вискоза, бесподобный, такой персиковый цвет, и вы посмотрите на этот фасон. Значит, здесь такие дырки. Я прям хочу, его не могу. Вот не знаю, зачем, а мы осенью едем в отпуск на Мексику, вот там, наверное, это будет самое то, потому что я больше не представляю, куда еще можно в этом ходить. Ох, и сзади оно огромное, просто парашюточное платье, там такие складки, сзади оно просто огромное. Это, по-моему, самый маленький, или смол, или экстрасмол, но я сейчас посмотрю, точно не помню. Посмотрите на него. Вы только посмотрите на эту. Как это может быть? Что это такое? Что это за вещь? Шикардуз. Видите, на сцене в нем. Вау. Просто вау. Вы будете смеяться за меня, что я восхищаюсь такой ерундой. Ну, правда, мне же очень нравится. Потрясающе, потрясающе. Волососевый цвет. Волососевый. Посмотрите на него. Не знаю. Никогда нигде не видела ничего подобного. Серьезно. Посмотрите, как оно выглядит сзади. Там мои волосы, этикетка. Я сейчас попытаюсь все это убрать. Ой. Убрала. Посмотрите на него сзади. Ну, это же вообще. На сцену. На сцену. Или в цирку. Шикарно. Что-то шикарное. Ну что ж, это был размер смол. Стоит это 175 долларов с ее произведением. Ну и, конечно, это прямо супер шмотка, супер вещь. Такая классная. Посмотрите сзади. Огромные, огромные складки. Ткани пошло много. Не пожалели. Ну, это, конечно, очень-очень оригинальная, интересная вещица. Ну что ж, девушки, такие у нас были сегодня примерки. Интересные. Интересные вещи в косе. Зимняя коллекция, первые поступления, свитера, кофты, в общем, и вот это вот лососевое нечто. Все, увидимся в следующем видео. Всем привет из Канады. С вами была Дита. Пока-пока-бай.